В городском округе завершился последний день голосования по поправкам в главный закон страны. 1 июля уже в 10 утра на избирательном участке номер 3195, что на территории школы номер 25, было немало желающих отдать свой голос. В их числе глава городского округа Дмитрий Волошин, а также депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Здравствуйте, как вам работают? Нормально? Представители власти оценили безопасность на участке. В фойе на столе перчатки, антисептик и средства индивидуальной защиты для тех, кто вдруг их забыл. За исключением мер безопасности, процедура проходила по стандартному сценарию. При себе необходимо было иметь лишь паспорт. Ручку каждому участнику голосования выдавали индивидуально. Бюллетень с голосом сначала Ирина Роднина, а следом и Дмитрий Волошин поместили в электронную урну. Дмитрий Волошин высоко оценил организацию проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Напоминаю, что для нас безопасность является приоритетом этого мероприятия. Все участки открыты. Мы видим, что достаточно большое количество извеляющих желания жителей приходит на участки, что нас только радует, а такая важная и активная гражданская позиция, она говорит о многом. Поэтому, в первую очередь, спасибо всем нашим жителям, химчанам, за их активную гражданскую позицию. И я надеюсь, что мы сегодня закончим этот прекрасный солнечный день, а также прекрасно, как он у нас начался. На всем своем избирательном округе я не увидела ни аккуратного, ни исполнительного решения этого вопроса. То есть везде средства защиты, везде есть достаточно хорошая разметка, везде четко входы и выходы, и люди работают. В стороне не остались и публичные люди. Избирательный участок на Сходне посетил известный журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Одна из главных поправок в Конституцию Российской Федерации, по мнению журналиста, так называемая «экологическая». Вы знаете, ну не было поправки, чтобы я все время комментировал биатлон, но если говорить серьезно, то вопросы окружающей среды для меня имеют ключевое значение. Смотрю на лес, который был съеден с жуком, его посадили заново, и какие-то негодяи взяли, и половину его сожгли. Вот эти саженцы у меня просто как у человека, который вырос на Сходне и живет здесь, сердце кровью обливается. Последняя неделя выдалась напряженной, и она подходит к концу. Все это время наблюдатели следили за тем, чтобы не было нарушений, а жители по всему городскому округу отдавали голоса за или против изменений в Конституцию. Я считаю, что нужно проголосовать за поправки в Конституцию в части медицины, потому что каждый гражданин нашей страны должен получать доступную медицину и качественную. Естественно, я обращаю внимание на семейные ценности, которые на сегодняшний день тоже имеются в поправках Конституции. Для меня, как для семейного человека, для мамы, для супруги, естественно, это тоже очень важный момент. Не обошло стороной голосований тех, кто по разным причинам не смог прийти на избирательный участок. Это пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья. К ним приходили на дом, конечно, соблюдая все меры предосторожности. Дезинфекция дверной ручки, соблюдение социальной дистанции обязательно. Если мы приходим к людям домой, значит, мы не должны подходить к помещению близко к квартире. Вывешиваются заявления и бюллетени для голосования непосредственно на ручку двери. И уже сам процесс, они голосование, записи осуществляют дома и делают только вбросы в ящик. Голосование завершено. Какую позицию отстаивало большинство россиян, станет известно после подсчета голосов. Голосование зарублено. Готово. Голосование.